ты жива еще моя старушка жив я привет тебе привет пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет привет и вам тоже и здравствуйте ну навеяло мне почему-то все вот в елочку как-то получилось и про старо заветный зипун и про то что весна придет и станет всем легче не люблю есенина но стилистически подходит это видеоблог на урал один про политику на южном урале и неотъемлемую рубрику не война и немцы конечно всего лишь снег и тефтелев впрочем будет и другая постоянная рубрика больше ада а я по-прежнему ю ю кошка маргулеса куприна поехали постоянная как пмс у нормальных девушек тема снег тефтелев разводилова и неловкие заявления виток номер 345 юж урал мост заявил о вывозе из челябинска 15 тысяч тонн снега в сутки зло конечно это великое есть интернет и скорость распространения информации впрочем и образование зло а уж умение считать столбик это просто мысли преступления комент в сети что-то опять с арифметикой плохо у меня для такого количества снега необходимо 100 машин и каждая будет вывозить по 150 тонн это возможно или я идиот или меня считают идиотом и ответ скорее последний вариант нас всех держат за идиотов которые не выходят рано поутру когда пастушок туруруру на улице и не видят необъятные снежные кучи наймите уже себе товарищ тефтелев или вудуиста который сможет заколдовать снег под красивые зеленые альпийские луга или нормального пиарщика или заклейте рот скотчем три варианта смешные новости вышли про снег на всех челябинских информационных сайтах челябинские власти проверили уборку улиц и вывоз снега чиновники нагрянули к дорожникам с внезапной проверкой а это олейников ездил журналистами по городу чтобы они а воочию увидели дорожную технику и даже смогли ее сфоткать лучше чем написал александр позов опять же своем фейсбуке и опять его по рекламирую не сформулируешь следите за руками 3 сентября 2007 года глава челябинска михаил юревич пригрозил своему заместителю по транспорту и дорожному хозяйству владимиру олейникову возможным увольнением 24 июня 2014 года увольнять чиновников ответственных за много километровые пробки в челябинске пригрозил местный сити менеджер сергей давыдов в марте когда в челябинск почти мгновенно выпала месячная норма осадков олейников назвал снег небольшим и удивился что челябинцам показалось будто кашицу с дорог нужно убирать 18 января 2016 года евгений тефтелев пригрозил увольнениями ответственно за уборку дорог в челябинске на этом направлении у меня три человека ответственных это и первый заместитель мой и зам которые занимаются дорогами олейников опытный человек который работал при нескольких главах учитесь что называется катаны переживать и снег и любых начальников ну или запишитесь на тренинг колени кого куда вывести снег и пережить трех глав города название тренинга предлагаю вот такое что важнее поддерживать кластер роста снега или лапши на ушах кстати про кластеры еще один антигерой недели безусловно руслан наш усманович гатаров мало того что пользуется своими административными и родственными связями чтобы продвигать и организовать встречи другому участнику тушения пожаров владимиру бурматову так на этой неделе он опять вернулся в соцсети по примеру рамзана кадырова стал постить в instagram фоточки и соответственно опять привлек к себе внимание пользователи интернета олег лурье занимающийся как журналистскими расследованиями так и сливами рассказал о стоимости часов заместителя губернатора вспомнил о диссертации этого чиновника также как я диссертации бурматова содержащую плагиат и разобрал по косточкам причины заинтересованности гатарового распределения миллиардов на шосс и брикс в челябинске еще один кластер собрался разрабатывать соратник гатарова и бурматова по мгеров скому бэкграунду депутат гордума александр галкин у этого созрела идея проведения инвентаризации 12 челябинских кладбищ по образу магнитогорска схема простая 10 миллионов на инвентаризацию а потом передать похоронный бизнес магнитогорской компании долг ну и напоследок о новеньком в предстоящих выборов госдуму михаил юревич закидал челябинск телефонными справочниками со своим фото на обложке по слухам на предстоящем начале февраля съезде партии в москве его собираются вывести из состава высшего совета одноименной партии чтобы это значило по моим данным окончательного решения по юревичу пока не существует есть к нему вопросы со стороны фсб соответственно поддержит ли его партия или михаил валерьевич станет дальше бомбить округ календарями и экскурсиями за макаронами вопрос а теперь поговорим за политику с политиком прошлое и будущее с моим сегодняшним гостем это помощник депутата государственной думы павел желобов здравствуйте павел вы мне сами напомнили что последний раз мы с вами виделись в 2010 году и вот тогда я помню рассказывали про маркса энгельса и вообще вот эту всю социальную справедливость прошло достаточное количество лет скажите вы стали циничным политиком теперь знаете я когда готовился к нашей с вами встречи не специально просмотрел еще раз это интервью и наверное это одно из немногих интервью где я был максимально искренне с вами касательно своих каких-то убеждений и того зачем жалеете нет я абсолютно четко решил для себя что если я принимаю решение прийти к вам еще раз то я буду говорить максимально честно но относительно своих внутренних желаний убеждений стал ли я циничный наверное да наверное стал жестче стал смотреть на некоторые вещи через определенные призмы но при этом не 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 потерял каких-то своих изначальных идей и желаний для чего я иду в политику все-таки у меня еще есть этот большой меч который готовлю для того чтобы прийти на определенный пост отрубить голову и всем кто ворует кто делает плохо для нашего общества опять же не чуть-чуть вернемся я же же я вас помню вы очень много писали и про дмитрия гудкова да и про его идеи про его принципы кто сейчас дмитрий гудков для вас но мне сложно сказать мы давно не общаемся но вопрос не в конкретном человеке вопрос в том что это была молодая энергия какая-то сила с определенным рвением к сожалению не совсем туда пошел на мой взгляд да потому что он ну может быть где-то почувствовал какую-то свободу вот там на улице но на улице на самом деле нет ничего хорошего если ты хочешь побеждать то ты должен побеждать в рамках определенных правил игры иначе никак а если ты говоришь что давайте мы просто перестроим игру потому что я придумал новый правил но скорее всего себя просто отодвинут от этого поля то есть вы вообще против условно гряне системная позиция не то чтобы я против многих методов не системной оппозиции да то есть я не против того что люди гражданской позицию выражали именно таким образом выходили на улице так далее я против тех методов потому что скажем организаторы не с темные оппозиции когда выходят на улице когда что-то делают понимаешь что они не добиваются нужных результатов Они начинают исхищряться и делать какие-то, ну, прям нелепейшие вещи. Ну, я сейчас не буду... У нас в Шнепинске, скажем так, нет никакой несистемной. У нас все это весьма, 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 да, весьма слабенько. Но даже на этом уровне, вот, там, скажем, тоже противодействие ГОКу, например, Томинскому, можно сказать, что... Но у вас есть гражданская позиция, вы хотите бороться против, там, строительства Томинского ГОКа, нет проблем. Но почему вы вводите людей в заблуждение, рассказывая им, например, что там будут заводы, будут дымить, я человек с образованием, с металлургическим, я понимаю, что горно-обогатительный комбинат, это не завод, он не будет дымить, например. А мне люди говорят, клак, а нам сказали, вот мы ходили, нам сказали, там трубы, там дым, там грязь. Зачем вы обманываете людей? Ну, да, в Челябинске, конечно, у нас странная позиция, тут я с вами согласна. А вот, знаете, еще что, я тут слышала, что вы собираетесь в «Единой России» отжимать их ЖКХ на бизнес. Это правда? Я не был бы так категоричен насчет формулировок, да. Но суть следующая. В 2013 году я возглавил общественное движение «За справедливую ЖКХ» в рамках политической партии «Справедливая Россия» в рамках ее деятельности. Мы очень много делали предложений на законодательном уровне, на уровне законодательного собрания Челябинской области, и в Государственную думу вносили, и столкнулись с некоторым, скажем так, противодействием со стороны населения, когда они говорили, что вы здорово говорите, но это слова. Вряд ли это возможно использовать в практике. Вы что создали? На сегодняшний день, да, у нас функционирует управляющая компания, и я являюсь ее руководителем. Мы пытаемся доказать людям на практике, что те постулаты, которые мы несем в общество с законодательной точки зрения, возможно реализовывать в реальности, возможно качественно управлять домом, при этом не брать там с лишним большие деньги, не воровать, и при этом все-все будет хорошо. Вот в связи с тем, что я там могу говорить все, мы все понимаем, что в основном управляющие компании в Челябинске принадлежат единорусам. Да, к сожалению так. Какими методами? А дальше просто. Мы начинали, и самое главное было с чего-то начать, чтобы у нас была какая-то база, которой мы могли бы бравировать и говорить людям, вот те дома, которыми мы управляем, вот качество обслуживания, разговаривайте не с нами, потому что понятно, мы будем себя хвалить, разговаривайте с людьми, которые там проживают. И после этого мы открыли филиал, вот уже около года назад мы открыли филиал в Советском районе, это управляющая компания «Созвездие», которая так или иначе, ну я сейчас дойду до этого, «Созвездие», которое принадлежит определенным, скажем, депутатам городской думы, Челябинской, не будем называть их фамилией. И мы работаем по принципу, если у людей есть желание улучшить качество обслуживания, где-то уменьшить тарифы, не все, потому что тарифы все-таки, величина установлена Министерством тарифного регулирования, так или иначе нам навязанная сверху, вот, но в некоторых местах, допустим, там, за обслуживание отдельных элементов, мы можем чуть-чуть снизить тариф, но в целом мы берем качеством обслуживания, качеством отношения к людям, мы пытаемся, просто мы стараемся хорошо работать. Проблемы есть всегда, и будут жалобы, это всегда было, и есть, и будет. Но мы на это реагируем нормально, и если люди жалуются, говорят, вот нам плоховато убрали, идем, убираем жалобы, вот и все. Ну, хорошо, тут я, знаете, думаю, что любая конкуренция в этой сфере, она все-таки на пользу. Да, просто я могу вам сказать, что начинали мы в Советском районе, у нас приняло решение один дом перейти, на сегодняшний день у нас 12 домов в Советском районе, нам просятся дома из Калининского района, из Трактора Заводского района, то есть, земля слухами полнится, и дальше мы просто помогаем людям отставить свою точку зрения. Это не мы отбираем у Единой России жилфонд, это собственники сами убегают от, скажем так, некачественных управляющих компаний, принадлежащих, к сожалению, Единой России, к нам. Вот и все. Ну, давайте закончим мы все-таки политикой. Ваши творческие планы на Госдуму? Творческие. Ну, Госдума, это, конечно, не мои выборы. Не ваши? Нет, это не мои выборы, потому что... Вот, подождите, давайте к ЗСОшным еще чуть-чуть вернемся. Скажите, вам не обидно было, что Валерий Карлович вот так вот расфасовал. То есть, и... Ну, вот вы один из реально ярких политиков в Справедливой России так долго, и вы в ЗСО не попали. Это же нет? Ну, нет. Что значит обидно не обидно? Обидно было проиграть. Я не получил мандат прямым распределением. Давайте по-честному, да? Если уж по-честному говорить об этом, то было понятно изначально, в каких округах будут более-менее высокие результаты в Справедливой России, и где будут низкие. Ну, и, соответственно, на более высокие Валерий Карлович как бы мог поставить более сильных кандидатов. Вы же пошли по Челябинскому. Это был мой выбор. Это был ваш? Да, абсолютно мой выбор. Мне как раз как одному из функционеров Справедливой России было предложено выбрать, в каком округе мне идти. Советские районы — это тот округ, где действует наша управляющая компания, и... Тот конкурент от «Единой России», который шел, абсолютно не представляет из себя ничего ровным счетом. Поэтому я принял решение, да, пойти там. Обидно было не пройти там. Ну, понятно, что одномандатно было крайне сложно, но я очень рассчитывал на списочную, на явку. Ну, это было обидно. А все остальное, распределение — это не решение одного Валерия Карловича, все-таки решение Совета, в который я в том числе вхожу. И это было такое, пусть непростое, но, ну, не относительно меня непростое, а в целом непростое решение по распределению кому и как. Ну, то есть в Госдуму вы сейчас не собираетесь? Нет, в Госдуму, конечно, не собираюсь, но у нас идут хорошие, скажем так, люди, те, на кого мы, в том числе и я, будем работать усиленно. Пытаюсь усилить нашу позицию. У нас на сегодняшний день два депутата Государственного Думы, мы очень надеемся, что после этих выборов у нас их будет три. Три вы хотите? Три, да, мы хотим три. Ну, мы, конечно, хотим пять, но в реальности, глядя в глаза, ну, мы рассчитываем на три мандата в Государственном Думы. Понятно. Ну что, я вам желаю успехов и на выборах, и, кстати, в деятельности по ЖКХ тоже. Спасибо вам за интервью. Субтитры сделал DimaTorzok